Цвета лесов, как на картине, художником написанной давно, зелёный, серый и не ярко-синий, печальное осеннее панно. Луч солнца нитью золотой играет, моя земля его теплом согрета. Когда с тобой я, сердце замирает, ты мой счастливый уголок заветный. В Щёлковской городской библиотеке прошёл литературный конкурс для школьников, организованный ресурсным центром имени Кирилла и Мефодия Московского государственного областного университета. Конкурс проводится в Щёлкове уже второй год подряд. Сначала прозаические и поэтические работы учащихся оцениваются школьными учителями, а затем в учебно-методическом образовательном центре администрации из них отбираются лучшие. Их авторы выступают на завершающем этапе в библиотеке, где компетентное жюри подводит итоги, после чего будут названы победители. Им это нравится, это им интересно. И нам необходимо развивать эти способности у каждого ребёнка. Кто-то может на публику декламировать свои те или иные произведения, а кому-то это тяжело. Вот на муниципальном этапе мы с вами увидели, что действительно очень разные детки, очень разный уровень подготовки. Но тот эффект и то желание и стремление каждого ученика, он действительно очень велико. Мы должны дать возможность каждому ребёнку раскрыться. Согласитесь, хорошо, когда умение точно и бережно обращаться с литературным словом, артистично читать перед залом свои прозаические зарисовки, способность красиво декламировать стихи одобряют родители. Я удивлена и очень рада. Мне безумно понравились практически все, наверное, дети. И я счастлива, что такие талантливые дети, что у нас есть будущее. Литературный конкурс набирает обороты. В этом году в нём приняли участие более 50 учащихся из школ городского округа. Самые интересные стихи и прозаические зарисовки школьников будут направлены на региональный этап конкурса и далее в качестве самой высокой награды признанные победившими сочинения будут опубликованы в специально издающемся литературном сборнике. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.